Добрейшего времечка дорогие друзья, с вами Алексей Продолжаем прохождение Total War Warhammer за Норску Шестая серия у нас И тут у нас по нашим территориям бегает Трок Трок, 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 вот он, вот он Вот он, куда уже забрался этот негодник, этот негодяй Этот... нехороший человек редиска Если его так можно назвать гайдаровскими шуточками Или гайдаевскими, вот забыл, как правильно сказать Гайдаровскими, наверное, правильно будет вот так Ну ладно, не суть важна, какие там были шутки Трок, этот негодяй, он захватил поочередно честно присвоенные мои земли, территории И доход у меня падает, падает и еще раз падает И наверняка следующим ходом он захватит Троллийный фьорд Мое предположение, что... так, нечаянно кнопочку нажал Мое предположение, что дальше он пойдет не на бухту Торосов А пойдет на собрание бьерлингов И, скорее всего, тут... тут уже, я не знаю Либо он пойдет в эту сторону, либо, может быть, он пойдет на фьорд ледяного змея Ну, думаю, что вот пойдет вот так вот, потому что тут больше городов Не будет захватывать Есть варианты? Какие? У меня Первый Это захватывать обратное поселение Бежав, бегая по кругу И, ну, не совсем, наверное, это правильные варианты Армия у меня меньше Денег у меня меньше Со временем они уйдут просто в минус Вот, при захвате территории Ну, я мало буду добывать денег И это не решит мою проблему безденежья и без армии Потому как этой армией я не смогу победить трога Потому что у него 20 из 20 Достаточно сильная армия И сам он неплохо, как вы видите, прокачан А далее Следующий вариант Это тоже бежать за ним в эту территорию И грабить поселение Разорять Таким образом я наберу много денег Но, опять-таки, есть недостаток Ну, как много? Ну, то есть будут деньги Я смогу, допустим, этим бегать А этим нанимать И все будет хорошо Но недостаток опять есть один Какой? Это то, что я не смогу восполнять свою армию Я буду находиться на вражеской территории Да, я буду терять наверняка по чуть-чуть Но будет этой армии очень мало И, соответственно, я не смогу толком тут его Не смогу догнать однозначно И, собственно, потерять достаточно большое количество армии Это не пойдет мне на пользу Но, наверняка, также я эту армию смогу прокачать Что тоже в плюс Но все равно это такое Ну, и есть еще один тут вариантик Я тут вот перед загрузочкой подумал Что, в принципе, может быть, стоит просто разорять Но вот это вот разорить поселение Вот это поселение Вот это То есть вот эти вот поселения разорить И вер... А, единственное... Подождите, дорогие друзья Вот конклав эслингов Я не знаю Тут, по-моему, гарнизон достаточно большой Смогу ли я его разорить Или нет? Вот в чем вопрос Ну, в общем, может быть, вот это поселение Вот монолит Катама разорить Алтарь от Руди Небольшое Сейчас, ребят, я подумаю Ну, то есть, как бы у меня в планах Вот было вот так Но я не учел, что здесь большой гарнизон Разорять поселение Вот эти, да? И вернуться сюда В цитадель Рока Потому как она наиболее у меня Гарнизонистая Эта территория И там уже восполнить свои потери При этом нанимая Эйнаром Усмелителем рабов Войска Можно даже прямо вот в цитадели Рока, да? А этот пойдет на воссоединение Да, давайте, наверное, я именно так и делаю Но мага добавлю Шамана, точнее, добавлю вот этой вот армии И... Все-таки я именно так и поступлю Так, атаковать я сейчас не могу В принципе, здесь переход хода Вот так Да, как вы видите, этот негодяй захватил тролин и фьорд И дальше, и дальше он пойдет захватывать Негодник такой Вот он захватил фьорд Сейчас у него армия потерянная Да, ну как потерянная? Потрепанная Немножечко И он будет сейчас сидеть в этом гарнизоне Жалко, что нету стен Вот это вот очень плохо Нету стен И я не смогу как бы там посидеть и отбиться за стеной Ну хотя бы по максимуму нанести какой-то там урон Не просто там отбиться, а по максимуму нанести урон Срок строительства минус один для всех построек Ну давайте минус один для всех построек Пусть будет так Я встроить-то в принципе сейчас все равно ничего не собираюсь Но мало ли Ну в любом случае увеличение количества Так, давайте-ка вот это мы вот дадим Дядьке Увеличение количества этих Найма, да? Мне абсолютно не надо Видите, да? А вот как не крутите, а все равно войска какие-то дотеряются И находясь сейчас здесь Я вот сейчас получил так деньги Еще и 1700 сейчас получу, разоряю Но сила оружия плюс 8% Ну здорово Доход от разгаблений, поселений Доход от разорения, поселений Вот это, кстати, хорошая вещь Я не помню, у меня было такое или нет О, сражайся или умри Прокачаем Посмотрим, что у нас тут нету ничего Почему-то так Доход от разорения, поселений плюс 6% Стоимость строительства Доход от разорения Поселений плюс 10% Да Надсмотрщик Стоимость найма минус 2% Эффекты компании Доход от разорения, поселений плюс 21% У меня уже Это просто шикарней Да, в принципе, тут у меня все хорошо Но, как я уже говорил Да, видите, оно постепенно тает Тает, тает, тает Если бежать по очереди здесь То я просто-напросто к концу Буду армию иметь тут Очень-очень печальненькую Поэтому давайте дальше мы пойдем на алтарь от родий Как бы кажется, что мы отбегаем дальше Да, но на самом деле нет Захватывать тоже я не вижу смысла По какой причине Потому что это требует мне еще дополнительный ход Разве что бы вот этому дядьке нанять какие-то войска И следом идти захватывать Это было бы, конечно, круто Но войск этот дядька никаких не может нанять Видите, ну я могу, конечно, прийти в цитадель урока Нанимать войска Так, скорее всего, я и сделаю Но эти войска у меня будут в любом случае Служить для того Чтобы их потом впоследствии передать Вот этому, вот этому отряду А нанимать я буду Так, цитадель урока Что мне надо построить? Ведь можно же построить мамонт Нет, нельзя построить мамонтов Можно построить вот это вот, ребята Так, да, стоп 2850 Если я расположу сейчас здесь мага Давайте я еще пока пройду немножко В любом случае я пока не смогу Не буду строить Потому что вот этот вот не подошел Сейчас оно 2850 Плюс располагаю Видите, я уже могу построить Стоит оно 2100 2100 строится два хода Потом могу нанимать мантикор А не летающие Ну тут Гибельный демон эфемиров Огонь Воин эфемиров Доспехи Не будешь повреждения брони В общем, что-нибудь могу нанимать Разберусь Но опять-таки лучше Когда будет вот этот персонаж На этой территории А вот он сейчас, наверное, и будет 2100 Неужели он не перешел Нанимать или нет Что нам это даст Возможность Найма боевой момент Воинское святилище Но нам бы пока Это еще рановато Персонаж вражеский Еще далеко Можно еще терпит Какой-то лишний ход В общем терпит Давайте я пока, наверное, подожду И потом уже только буду нанимать Может быть летающих Может быть еще как Кого-то ползающих Бегающих Пригающих Смотрите, я тут могу еще А, это кладбище драка Стойте Это фьорд ледяного змея Мне надо там расположить Мне нужно сюда везти Вот этого Дядьку Мне нужно сюда везти Этого дядьку Все, я понял Мне надо туда его везти И только там оно строится Да Хорошо Так и сделаем А мага-то Вот этого вот моего В любом случае Надо будет К конклауэслингов Подвезти Шамана точнее Чтобы потом соединить его С вульфриком И попробовать все-таки Захватить Конклауэслингов Вот конклауэслингов Лучше всего Наверное захватить Чем уничтожить Ну блин Посмотрим Посмотрим Как будут развиваться события Так Общественный порядок Падает Они вышли из леса Рогатые звери Ходящие на двух ногах Тут еще вот Какие-то звери Но они далековато Как бы Ничего страшного В этом нет Этому дядьке Наверное Следующим ходом Он будет захватывать Собрание бьерлингов У нас Наш дядька Успеет Тут перейти Где-то тут Где-то тут Вот Должна быть Ну в любом случае Я Давайте Перемещаюсь Да Тут у меня Стоит Две Сто Бало Сейчас По-прежнему Две Сто Две Сто И две Сто Так Вот здесь Разделение Я вижу А здесь Дело в том Что разделение Может быть Тоже Где-то Где-то Вот на этой Территории Какое-нибудь Незаметное Ну еще терпит Еще терпит Наверное Терпит Еще один ход Если следующим ходом Не получится Скидки сделать То как бы Как бы Все Ты давай Перейди сюда Следующим ходом Я тебя расположу И все будет Нормальненько Алтарь отродий Или Вот это поселение Здесь ведь я Получу больше денег Верно? Верно Поэтому давайте Наверное Конклав эслингов Ведь там я Получу Огромное Количество Денег И поэтому Пойду на Конклав эслингов Алтарь отродий Алтарь отродий Мне надо уже Сейчас Прямо сейчас Деньги Алтарь отродий Да Надо все-таки Идти на алтарь отродий Ребят Пойдем на алтарь отродий Следующим ходом Мы его грабим Ух Как нам задал Задачку Это трог Ладненько Мидаланд 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 900 Блин Какой я Великий махинатор Остланд Неужели тоже Мир хотят И тоже Я сейчас могу Урвать с них Деньги Только они Меня требуют Ничего себе Что за дикость Обсудить выплаты 1300 Отвергли Ну и ладно Ничего страшного Следующими ходами Они Согласятся Видимо с кем-то там Они воюют Сейчас какие-то у них там Проблемы Не хотят Правда Раскошеливаться Это жалко Но не так уж Кричисто Вот это круто Что не дошел За этот ход Собрание Бьерлингов Да Не дошел Он Соответственно Мы Так давайте Мы имеем Ход 1 В запасе 2850 В поселении Идим Сейчас 2640 Вот Дешевле Ты Располагайся И мы Построим Блин Че ты ради Тут 210 рублей Столько Требовалось Сделать Мучений Ладно Сделали И сделали Теперь Нападаем На алтарь Отродий Уже Здесь Как-то Посерьезнее Да Тут Есть Ледяные Тролли Просто За счет Этого Возможно У них Тут Появились Более Весомые Шансы На Какие-то Там Действия 5000 Ребята 5000 Разорить Оу Да Я Представляю Сколько Я смогу Снять Денег С Конклава Эстлингов Но Видите Насколько Потрепаны Стали У меня Войска Просто Очень Сильно Потрепаны И Надо Мне Возвращаться Нападать На Конклав Эстлингов С такими Потрепанными Войсками Нет смысла Потому Что Если Тут У Алтаря Отродий Был Достаточно Серьезный Горнизон Который Ну Имел Шансы То Здесь Давайте Мы Разберем Его Здесь Есть Мамонты Тролли Воин Эфемиров То есть Как бы Серьезный Очень Достаточно Гарнизон И Нападать На него Вот Этой Вот Армией Наверное Будет Не Совсем Верно Вот Поэтому Делаем Так Так А в Цитадели Рока Смотрите Кого Мы Можем Построить Цитадели Рока Мы Можем Построить Вот Цитадели Рока Позволяет Нанимать Отряды Грабители Саник Но Опять Так Смотрите 2 100 Надо Выложить Денег Это Очень Серьезно Лучше Выложить Вот Здесь Деньги Ну 4536 Ребята 4536 Да Дает Большой Гарнизон Да Там Будет Мамонты Все Остальное Все Будет Круто Помимо Всего Прочего Тут Общественный Порядок Рост Что-то Там Еще Но Но Нет Ребята Но Нет Это Очень Очень Жестко Потому Что Я Не Смогу Тогда Нанимать Войска А Учитывая Что У меня Еще И Минус Нет Очень Даже Нет В общем Я Жалею Денег И Ничего Не Нанимаю Пока Проматываю Вход Ну Да Видите Он Как Как И Положено Напал Здесь Войска У него Качаются Нет Мамонтов Это Круто У него Очень Много Копейщиков Кем Кем Лучше Будет Атаковать Копейщиков Наверное Стрелками Там Мечниками Может Еще Кем То Но Большими Юнитами Наверное Нет Я Больше Всего Опасаюсь Вот Хар Крот Кристиансен Да И Тургут Кровавая Жатва Жатва У них Тут Какая-то Борьба С Крупными Целями Там Что-то Какие-то Юниты Очень Даже Неплохие Видите Сила Оружия У них Какая Сумасшедшая Буду Рассчитывать Что Мой Маг Просто Их Будет Уничтожать Шаман Ну да Чего и следовало Ожидать А Они Не захватили Смотрите Собрание Они Просто Разграбили Видимо У них С деньгами Тоже Проблема Может Быть Какая-то Может Еще Что-то Но Они Просто Разграбили Это Круто Это Здорово То Что Они Не Захватили У 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 Десять Тысяч А За Что Мне Десять Тысяч Почему Так Много Денег А Смотрите Вернувшись В далекую Нужную Пустыню Ваши Наречки Принесли Богатые Трофейли И Странные Вести Они Рассказывают О том Что Смерть Не Окончена И Скелетах Умеющих Ходить Но Самая Необычная Их Находка Я Золотая Корона Общественный Порядок Плюс 2 Так Так Вот смотрите Ну бы нам Давайте Дальность Перемещения По карте Компании И прокачаем Ему Знаете Что Стоимость Найва Будет Такой У нас Лорд Наниматель Который Будет Всех Нанимать И Орудия Войны Стоимость Найва Здесь Для Пехоты Грабителей Давайте Мы ее Наверное Прокачаем Потому Что Ну что Остальное Пока Качать Я Не Хочу Поэтому Прокачаю Вот За Три Хода Вот Это Исследование Дальше Здесь Остался Один Ход Для Постройки Сейчас У меня Денег Хватает Поэтому Давайте Я Все Таки Поставлю Качаться Вот В принципе Нормально Очень Даже Нормально Возвращаем Нашу Армию На Нашу Территорию Цитадель Рока Здесь Предлагают Нам Коня Еще Построить Вернее Не то Что Предлагают А Есть Возможность Но Пока Я Этого Делать Не Буду Пока Я Этого Делать Не Буду Как Хорошо Что Он Собрание Бьерлингов Не Захватил Следующим Ходом Придется Ему Тратить Тем Временем Этим Персонажем Надо Отсюда Уходить Хотя С другой Стороны Да Я Ведь И Мог Я Ведь И Мог Че Я Мог Цитадель Рока 1890 Захватывать Те остальные Поселения Которые Я Разорил Но Только Надо Для Этого Войска Ладно Это Планы На Будущее Пока Пока Мы Промотаем Ну Тут Сейчас Он Без проблем Захватит Опять Да На Второй Счет Полное Поражение Даже Нори Стоп Стоп Че Это Произошло Почему Он Не захвативает Собрание Бьерлингов И Что Это За Армия Здесь Появилась Стоп Я Че Это Картинку Потерял Так Хорошо А Это Вот Как Было Расположено Он Не Захватил Собранием Бьерлингов Посмотрите Посмотрите Он Его Не Захватил Видимо Казнами С полтора Тысячи Минус Десять Процентов Для Всех Войск Сил Оружий Минус Двадцать Процентов Для Всех Войск Половина Смотрите Он Видимо Увидел Мою Армию И Скорее Сего Побоялся Что Я захвачу Кван Клав Эслингов И Разграблен Скорее Всего Было Так Давайте Я К Цитадели Року Приближаюсь Рока Сюда Присоединяю Вот Теперь Уже Мои Ребятки Будут Восстанавливаться И Я Уже Могу Нанимать Я Уже Могу Нанимать И Я Уже Могу Нанимать Смотрите Какие Войска Я Могу Нанимать Дикую Монтикору Неужисовешь Вид Сил Оружия 430 Дорогие Друзья 430 Сил Оружия Это Так У Мамонта Только Больше У Мамонтов У Двоих Но Я Тут Могу Этих Ребят Содержание Это Намного Меньше Правда У них Слабенькие Наспехи ХП Мамонтов Два Раза Больше Но Зато Это Летающие Они Могут Пролететь И Напасть Сверху На Стрелковые Отряды Чтобы Те Не Не Уничтожали Мои Вайс Вот Это Да Вот Это Классно Давайте Тогда Я Найму Одного Второго Так Это Конница Кстати Говорят Тоже Неплохо Было Бы Да Вот Этих Вот Может Быть Еще Одного Нанять Два Летающих Я Думаю Что Мне Хвать А Вот Ближников Было Бы Неплохо Еще Иметь У Себя Но Если Я Сейчас Найму Еще И Ближников Вот Смотрите Это Минус Тысяча И У Меня Останется Всего Навсего Тысяча Это Плохо Давай Перемещайся Сюда Посмотрим Куда Просто Пойдет Этот Тролль Куда Он Пойдет Очень Все Плохо По Деньгам Ребят Очень Все Плохо По Деньгам Давайте Тогда Я Наверное Скорее Всего Сделаю Вот Так Сделаю Да Отменю Постройку Здесь Все Таки Поставлю Чтобы Нанялся У меня Ближнего Боя Воин Со Считом Дорогие Друзья Со Считом Вот Так Да Именно Так Так Я Продержусь Подольше И У меня Будет 16 Из 20 Но Зато Отряды Будут Не в Пример Наверное Получше Чем Те Что У Соперника Можно Даже Еще Кого Нибудь Потом Нанять Но Это Потом Это Посмотрим Есть Постройки Которым Требуется Требует А Ремонт Дорого Это 608 486 Давайте Отремонтируемся Отремонтируемся А Вот Он Что Он Поступил Более Разумно Ребята Он Нанял Здесь Генерала И Этим Генералом То Типа Будет Сейчас Пытаться Может Быть Захватить Собрание Бьерлингов Я Не Знаю Но Я Думаю Что Мурый Гарнизон Справится С Одним Генералом Первого Уровня А Вот Вечи Грелингов Которые Хочут Захватить Трок Я Не Знаю Давайте Я Стану В Цитадель Рока Или Не В Цитадель Рока Мне Нужно Стать Так Чтобы Я Потом За Один Ход Дошел До Вечи Грелингов Чтобы Атаковать Вражеского Вражеские Войска Вот Нормально И Найму Здесь Еще Один Отряд Найму Здесь Еще Один Отрядик Воин Эфемиров Это Что Нам Кстати Дает Повреждение Брони Ну Такая Неплохая Атака В ближнем Бою Просто Какая Хорошая Атака В ближнем Бою Сейчас Это Что У нас Магические Атаки Это Отряд Совершает Магические Атаки Которые Носят Урон Врагам Защищенным От Обычного Физического Урона Поврежденные Доспехи Минус 30 Доспехи Делает Бронебоин Зуб Бронебойного Оружия Ну В общем Чудовищная Пехота Доспехи Урон Это Все Круто В общем Мне нужно Так Такой Война Нанять Чтобы Следующим Ходом Просто Вынести Соперника И не Париться Давайте Еще Вот Этих Вот Ребят Все Следующим Ходом Надо Его Выносить Однозначно Относите Иди А выносите Делать Конфедерацию Но Тут у меня Видите Доспехи Минус 10 Общественный Порядок Скорость Доход От разорения Поселения Плюс 20 Процентов Ладненько Пока Давайте Туда Тоже Все Проматываем Ход Маг У меня Здесь Сидит Шаман Ну Все Напал Негодяй На вечи Грейлингов Да Смотрите Он качается Он не кисло Качается Вот это Меня больше всего Расстраивает По сути дела У него Очень слабые Войска Но я говорю Что меня пугают Вот эти Юниты 2 Как бы Волки Тролли Это все Как бы Такое Нормальное Хорошее Вот эти 5 юнитов Хорошее И остальное Там так себе Войска Но что Ждать От этих Волков Я не знаю Не пойми Что Вот Поэтому Как бы Потерей У него Почти нет Здесь Убегает Норланд 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 Возможно Хочет со мной Заключить Какой-то Мирный договор Я сейчас Поимею Обсудить Выплаты Поимею Обсудим Обсудим Сейчас Выплаты Обсудим Только Просто Больше Полторы тысячи Да Нормально Полторы тысячи Это та сумма То есть Смотрите Как хорошо Воевать За эту нацию С одной стороны Когда она воюет У нее Хороший Общественный порядок А с другой стороны После этого Эти нации Когда хотят Заключить с собой Союзный договор Ты получаешь От этого Кучу денег Поселение Потеряно Да Поселение Потеряно Общественный порядок Падает Здесь мы Прокачали Просто чудесно Теперь нам Сила оружия Ну давайте Для грабителя Прокачаем Все равно В нашей армии Грабители В любом случае Присутствуют Поэтому Так сказать Мы их и прокачаем Не дохожу я Но я сделаю Вот таким вот Хитрым ходом И попробую Атаковать Ведь выбора У него не будет Смотрите Какой вариант Развития событий Жесткий Жесткий вариант Развития событий Что там У него еще и гарнизон Есть Который почти Восполнен Да И Очень даже Интересно За счет Чего у соперника Такое преимущество 14 уровень Да Это круто Видите Вот даже Компьютер считает Что это Безмозглый Вариант Развития событий Атаковать Возможно Лучше взять В осаду Как вы считаете И пусть он Атакует Окружить Окружаем И пусть Атакует Нас Соперник А тем Временем А тем Временем Что нибудь здесь Я такого могу Поставить Поменять Улучшить Нет К сожалению Пока ничего Не могу Не поставить Не поменять Не улучшить Ладно Итак Думаю Что все будет норм Ну ждем В любом случае Ждем Пускай Лучше На нас Нападет Трок Да Вот Он атакует Все таки Все верно Дело в том Что таким образом Просто Возможно Если бы я его Атаковал То он бы просто Выстрелился И сидел бы В дефе И мне пришлось бы Атаковать его Идти в атаку А так я Выстрою войска И буду ждать Его у себя Дома Да И тому подобное Вот этим Вот этим вот Надо запомнить Надо будет Атаковать Бронебойность Кто у нас Имеет борьба С крупными целями Ужасающий вид Кстати говоря Боевой мамонт Борьба С пехотой Надо будет Его попробовать Скажем так Мамонтов Организовать На борьбу Против копеечков Понятно У них Борьба С крупными целями Но все таки Все таки Ладно Что нибудь придумаем Сражаемся Вот так вот Один против всего войска Во Магия Рискните магии Чтобы попытаться Улучшить ветра Я думаю Что 21 Это в принципе Достаточно неплохая Магия Вряд ли там У меня уж Поднимет Нет Может конечно Подняться Может опуститься Но Выше среднего И нормально Будем разворачиваться Где тут Вот так Где тут Наше подкрепление Вот отсюда Подходит Давайте Наверное Вот здесь Вот мы будем Располагаться Ну тут У нас Герой Непосредственно Развертывание Одного персонажа Происходит Но сейчас К нам придет Подкрепление И Подкрепление Давайте Кому Сюда Вот этого Сюда Вот этого Дальше Эти Ребята Пускай Выйдут Я буду Их Располагать Короче В общем Вот здесь Вот Почему Туда Свои войска Отправил Потому что Ну этих Героев Потому что Они у меня Как сказать Потому что Они у меня На мост Швыряться Магии А вот этих Вот ребят Мы пока Отправим Вот сюда 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 Так Вот Давайте Тоже Вот так Вот Располагать Буду Раз Мамонты Здесь Ну Тролли Давайте Пока Наверное Вот здесь Расположу Потом Чуть Что Их Отзову Вот Так Контрол Один Контрол Два Контрол Три Кого Тут Еще Можно Контрол Четыре И Вот Это Контрол Пять Вот Давайте Двоечку Давайте Фаербол Не знаю Куда Нибудь Швырнем Допустим Вот В эту Толпу Ему Правда Еще Подойти Надо Будет Но Тем Не Мене А Этот Дядька Может Уже Кинуть Не знаю Вот На Этого Что Нибудь Какой Нибудь Дебаф Кстати Вот Этих Можно Тоже Шестерочкой Посмотрим Так Он Нанес Он Смотрите Как Хорошо Нанес Да Так Давай 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 Вот Будем Уничтожить Или Нет Или Давайте Вот Ой Нет 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 Все Правильно Все Правильно Все Правильно Вот Можно Единственное Вот На Этого Конечно Плюнуть Ну Давайте Ладно Раз Теперь Отходим Теперь Ты Отошел Нормально Не Словил Ничего Фаербол Давайте Вот Сюда Отходи Отходим 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 ты атакуя этих песиков так хорошо пока хорошо все блин слабо уберет слабо берет давайте тогда мы на наверное на вот этого вот направим потому что что-то персонаж главный фактически ничего не потерял кораблик задержка не сильно надо было немножечко меньше конечно сделать фаербол можем отправить так принципе что-то как-то действует немножко нелогично компьютера до двигаемся 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 давайте 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 вот сюда так ты давай по-прежнему швырнить кого-нибудь вот этого вывод сюда куда же куда же куда же куда же куда же куда же давайте вот на этих давайте вот на этих ты fireball пауза 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 ребята все 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 секундочку 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 здесь у меня еще полно всего как говорится где мой мамонт так сейчас я просто разбросаю у них враги разбросаны по всей территории это здорово мне бы генерала своего так вот еще а стоп а где мой а вот он ты давай я не знаю тут на кого вот сюда куда-нибудь ты фаербол запихни куда-нибудь вот сюда ну и ты соответственно дебафф тоже на троллей так все волки вот сюда и поехали 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 швырнул все швырнул давай сюда давай 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 так перемещаемся быстро быстро перемещаемся мой братишка убегают мои тролли почему-то убегают от копейщиков да видимо от копейщиков это плохо давайте бафнемся бафнемся суда здесь мы слоняры 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 атакуем 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 все что можно тут уничтожаем убиваем всех тут заняты все заняты все заняты так ты кидай тут какой-то дебаф вот на вот этих вот кидай дебаф иди вперед мой главный герой вот сюда фарбол запихивай давай 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 хорошо и вперед вот на него сразу же в атаку вперед 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 ребята все хорошо получается пока все хорошо шестерочка суда же в атаку вульфы тоже в атаку дальше кто здесь не участвует в битве в атаку в атаку ребятки в атаку съем атаку здесь можно вот этих атаковать вот еще какой-то персонаж гаденыш бежит да но это ладно это мы разберемся давай 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 живи 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 и атакуй мои горгуль и вперед ты отстрелялся да давайте-ка дебаф вот здесь вот дебаф блин смотрите когда мой генерал мой генерал 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 это плохо что ты так очень слабо противопоста противостоишь вражескому генералу бафнемся бафнемся давайте уничтожим его не хватает манны так тут что-то такое очень страшное там мои погибают ванны только 3 надо 8 надо 8 манны надо главное генерала их убить и все будет хорошо уничтожаем генерала так но вы вот этих вот убиваем мамонты против генерала давайте 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 блин сколько же войск у меня еще так ну давайте вот эти вот пускай убегают толку от них ведь никакого главное чтобы спаслись ну их мало до генерала ваши воины бегут это я знаю я их сам отправил туда генерал 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 фарбол фаербол есть вражеский генерал мертв теперь слоны теперь за дело берутся слоны лодочку лодочку сейчас сейчас давайте 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 лодочка пошла слоны пошли так отряды которые надо убегают ну которые надо чтобы выжили эти становимся здесь тролли тролли в атаку генерал 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 живи живи я тебя прошу живи только отойди где мой где мой шаман тоже а я не бегут они бегут да да ребята у меня это получилось это было здорово это было круто это было эпично эпичнейшая битвочка у меня получилось да к сожалению у меня не вышло там сделать кинематографического режима как слоны тут нагибают да потому что ну вы представляете что это было просто очень надо было быстро действовать с одной стороны нагибать с другой стороны нагибать а кинематографический режим он все таки как бы отвлекает очень сильно и битва была на тоненького компьютер полагал что я могу проиграть но нет я победил первого победа если честно я как бы думал что у меня все получится надеялся когда я атаковал этот город и ну скажем так хотел чтобы у меня все получилось дать но когда я увидел то что предлагал компьютер вернее то что генерировал компьютер какую вероятность того что я смогу победить я у меня волосы стали дыбом ребята потому что не было фактически никаких шансов но все таки сделать это получилось я уничтожил трога ну понятное дело что он там может вернуться но я сейчас попробую заключить конфедерацию получится или нет будем посмотреть конечно же трог тут и его вот эти вот верные псы они на 1 уничтожали очень даже неплохо у меня же проявил инициативу тоже мой главный герой так ну ближние бои у меня вы смотрите летающие неплохо накусали до грабители берсерки слону да ну слоны 197 121 это лучшие юниты наверное против пехоты ближнего боя просто разрывают всех хлам ребят ростов хлам в общем победа очень-очень классная казна полтора тысячи наверное стоит все таки казну чем все остальные ресурсы поэтому ну там что можно еще взять дисциплину на поэтому беру казну беру казну и сейчас посмотрим по сути дела победа будет ли конфедерация или нет вот это меня больше всего интересует и волнует здесь бегает вражеский еще герой так доспехи игрока собранием йорлингов дисциплина минус 10 битвах против хаоса и норске это что же за что why преимущество против крупных врагов плюс 15 сил оружия плюс 3 процента тут еще есть достаточно сильная и мощная армия у соперников если посмотреть то видите да здесь другой персонаж и достаточно серьезная армия у меня же здесь очень сильно покоцанная армия как в этой ситуации поступить давайте для начала я попробую заключить конфедерацию зимний клык мирный договор конфедерация и вот мне под одним из моих видео советовали за клип еще брать деньги давайте я попробую взять 3000 шикарный вариант ребята при заключении конфедерации берите с них деньги потому что это очень выгодно они заплатят мол присоединяйтесь звучит предложение именно вот так куда присоединить пример присоединяйтесь к нам либо присоединяйтесь к нам и заплатите нам за это либо мы вас просто уничтожим ну как-то так как-то так то есть они к нам присоединились и еще заплатили за то что они к нам присоединились ну просто шикарный вариант просто шикарный вариант здесь еще есть племя глава громадных гор где-то она тусуется вот она интересна договора не нападение ладно с этим делом мы пока ничего не будем делать достигнута это хитростью или открытыми угрозами но норска и зимний клык теперь объединились в конфедерацию да вы добились полного контроля над этой провинции над этой провинции над многими провинциями теперь в мою задачу будет входить то чтобы добиться еще от бухту торосов здесь по захватывать ну в общем вот вот эти вот провинции которые да не до захвачены их надо захватить но еще до этого мне нужно везде и всюду закончить постройки построения творите сколько здесь у меня висит да вот этот вот дядька мне вот он абсолютно наверное не нужен его можно как-то пендалям отсюда выгнать или нельзя вот мне вопрос так его можно только заменить к сожалению а заменить но это такое атака ближнем бою минус защита до трог у меня кстати этот персонаж был ранен в недавно битве можете найти его через пять ходов ясно ну теперь давайте мы тогда сделаем вульфрик скиталец дорог я смогу нанять строго ребят прикольно я думаю что это же не главный мой персонаж полного вот дорога я смогу нанять это круто ну что ну что ну что качаем 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 урон сквозь доспехи колесница грабителей это конь боевой это колесница будет но если посмотреть то атака усиление натиска только увеличивается и доспехи все ах ты еще ну ладно потом разберемся что она удаст лучше давайте я сейчас кину вечное стремление урон сквозь доспехи будет добавлен 15 дальше 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 моего бага прокачать он пятый уровень так здесь у нас дополнительно наносимый урон дохода тех построек нет давайте лучше магию уж будем качать если начал существенное увеличение запаса энергии ну давайте вот так вот апнемся далее да уж персонажи мне что-то очень много появилось просто очень много и что с этим делать надо что-то сделать событием давить вот этот вот персонаж ну к чему он мне да поэтому давайте я пойду лучше атакую кого-нибудь этим персонажем с кем я собственно говоря сейчас воюю я воюю остланд и бретония остланд и бретония пусть идет куда-нибудь автоматическом режиме на разведку вот сюда вау 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 нет все правильно он шел идет на разведку дальше дальше перебрасываем сюда войска и только вот теперь вопрос зачем мне вот эти слабые войска а я отвечу давайте вот этого наверное мы все таки пинком прогоним этот тоже пинком они мне нужны для того чтобы ну захватывать вот вот эти вот поселения тролли я допустим передам свою основную армию троллей да а вот эти вот войска перекину в нижнюю армию да и ты давай наверное все эти войска передай вот этому человечку а сам тоже сейчас пойдешь куда-нибудь раз а можно распустить вот хорошо мне просто не нужны эти отряды вот как можно спустить всего 782 сразу стало получше хоть и минус но получше давай заходи сюда пока стой здесь магом выходишь и сейчас будем располагаться и здесь я могу строить здание это вечи грейлингов строим вот этого здание c хорошо а дальше ну собственно буду сейчас строить здание везде везде и всюду где только дотянутся мои руки лагерь варгов а вот в первую очередь вот эти гарнизоны надо строить но не гарнизоны а такие вот вещи а ты давай наверное дуй в цитадель рока тут будешь восполняться кого мне бы еще было бы неплохо нанимать вот ближников да у меня их очень в принципе не так уж и много не так то уж и много поэтому их я буду нанимать вот какое здание мне надо построить в общем надо будет сейчас вот этими ребятами следующий ход отойти в йорк ледяного змея и построить топовое здание блин в каждом городе можно что-то строить давайте где недорого где недорого я буду строить скидку можно сделать хорошую вот недорого вот это строим так здесь смотрите приносимый доход рост но это такое а вот приносимый доход можно было бы построить да уж в общем все это построится потом ну неплохо очень дорогие друзья неплохо получилось здесь у меня повоевать завоевать и собственно посмотрите какая сейчас у меня тут территория просто огромная все эти надо здания получать захватить вот это вот это вот вот все вот это вот под свою власть и попробовать до конца добить свои северные племена просто под поджать под себя до конца чтобы они были топовыми и наверное идти дальше куда-то там на мидланд или попробовать еще не воевать с этими поселениями а сразу куда-то идти на мидланд чтобы здесь скажем так гномы не шли на меня а где-нибудь выясняли своими претензиями претензии вот с этими ребятами классно все классно получилось посмотреть тут у меня в плюсе все до настроение общественный порядок везде плюс везде круто в обзор фракции давайте сделаем есть обзор фракции служение псу кстати говоря надо тут по улучшать наше служение псу статистика журнал текущих 4 это все прекрасно а вот что мне надо вот что мне надо я забыл совсем у меня ведь есть испытание чешуя древнего ледяного змея и в эту сторону мне надо начинать продвигаться вот она вот она эта сторона где-то тут где-то тут вот вот туда и пойду но только на собираю конечно же отряд в 20 единиц у меня 15 из 20 но тут надо все обстроиться обстроиться еще раз обстроиться меч торга льда это что обеспечьте присутствие четырех отрядов любого из следующих видов громилы пса грабители берсерки грабители берсерки в армии следующего рон лорда грабители берсерки грабители воины грабители воины а кто еще такие грабители грамила пса грабители берсерки так стоп грабители пса то есть надо вот вот этих четырех построить обеспечить присутствие у меня их у этого дядьки двое двоих еще нанять и все равно потом перекинуть этому дядьки который пойдет захватывать нужное для меня поселение от бухта торосов все остальные в общем в принципе на этом можно заканчивать смело эту серию очень удачно такая битва получилась просто шикарнейшая всем ребят спасибо за подписку и лайк с вами был алексей всем добра пока пока